Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вам послушать сказку Льва Николаевича Толстого «Три медведя». Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела дверь и видит, в домике никого нет. И вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица, она была поменьше. И звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В доме было две комнаты. Одна столовая, другая спаня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Анастасия Петровна. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Анастасии Петровнын. И третий маленький синенький подушечкой Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нем было неловко. Потом села на маленький стучек и засмеялась. Так хорошо было. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стучек проломился и она упала на пол. Она встала, подняла стучек и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Анастасия Петровна и третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришла с ней как раз в пору и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасия Петровна посмотрела в свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голоском. «Кто хлебал в моей чашке?» И все, выхлебал. Михаил Айванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасия Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стойчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу. — Кто ложился в мою постель и смял ее? — заревел Михаил Иванович страшным голосом. — Кто ложился в мою постель и смял ее? — заричала Анастасия Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. — Кто ложился в мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. — Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй! Держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. А теперь предлагаем вам сделать главного героя сказки «Три медведя» «Медвежонка» «Мишеньку». Для мастер-класса вам потребуется лист коричневого картона формата А4, одна штука, ножницы, клей, белая бумага и черный фломастер. Из картона вырежьте две полоски длиной 30 см, шириной 2,5 см. Намажьте начало одной полоски клеем и приклейте к ней другую полоску в форме буквы «Г». А теперь начинаем перекрестно складывать наши полосочки, одна на другую. Теперь нужно склеить кончики и отрезать все лишнее. У вас должна получиться вот такая гармошка, как на фотографии. Вырезаем из картона прямоугольник длиной 14 см, шириной 6 см. Складываем прямоугольник пополам и рисуем туловище нашему мишке. Вот такие две фигурки туловища у вас должны получиться. Приклеиваем нашу гармошку к туловищу мишки с двух сторон. Вырезаем прямоугольник длиной 8 см, шириной 6 см и рисуем голову медведя. У вас должна получиться такая голова, какая на фотографии. Вырезаем из белой бумаги овальчик и клеем на мордочку нашему медведю. А также делаем мишки, глазки, бровки, носик и рот. Вырезаем из картона прямоугольник длиной 5 см, шириной 2,5 см. Это будет шея. Складываем полосочку гармошкой. Приклеиваем шею к туловищу, а вторую сторону к голове. Вот такой симпатичный медвежонок у нас получился. Приклеиваем шею к туловищу.